Мальчишка не кричал, только смотрел на врачей. У него еще был шок, и он пока не чувствовал боли. Равич взглянул на его раздробленную ногу. «Сколько ему лет?» – спросил он у матери. «Что?» – непонимающе переспросила женщина. «Лет ему сколько?» Женщина в косынке продолжала шевелить губами. «У него нога! Его нога! Это был грузовик!» Равич послушал сердце. «Он чем-нибудь болел? Раньше? У него нога! Нога у него!» Равич выпрямился, сердцебиение учащенное, прямо как у птахи. «Но само по себе не страшно. Мальчишка хилый, рахитичный, при наркозе надо следить. Но начинать надо немедленно. Нога вся в смятку, там одной грязи вон сколько!» «Ногу мне отрежут?» – спросил мальчишка. «Нет», – ответил Равич, хотя сам себе не верил. «Лучше вы ее отрежьте, чем я колченогим останусь!» Равич внимательно глянул на стариковское лицо мальчишки. «По-прежнему никаких признаков боли!» «Там посмотрим!» – буркнул он. «Пока что придется тебя усыпить. Это проще простого. Бояться нечего, не волнуйся!» «Минутку, господин доктор! Номер машины! ФО-2019! Вас не затруднит записательно для моей матери?» «Что? Что такое же оно?» – всполошилась мать. «Я запомнил номер. Номер машины. ФО-2019. Я видел его совсем близко. А свет был красный. Виноват водитель. Мальчишка уже тяжело дышал. Страховку заплатят. Номер я записал», – сказал Равич. «Не беспокойся. Я все записал». И махнул и жених, чтобы та приступала к наркозу. «Мать пусть в полицию пойдет. Нам страховку заплатят». Крупные босины пота выступили у него на лице внезапно, словно упавшие капли дождя. «Если ногу отрежете, заплатят больше, чем если...» «Я колченогим останусь». Глаза его тонули в синих кругах, что мутными омутами уже заполняли глазницы. Мальчишка застонал, но все еще пытался что-то сказать. «Моя мать, она не понимает. Вы ей помогите». Больше он не выдержал. Слова потонули в диком крике, который исторкся откуда-то изнутри, словно там безнавался раненый зверь. «Что нового на белом свете, Гравич?» Спросила Кейт. «К чему вам это знать, Кейт? Думайте лучше о чем-нибудь приятном. Мне кажется, я здесь уже целую вечность, а все остальное-то двинулось, будто тонет. Ну и пусть себе тонет, на здоровье. Нет, а то мне начинает казаться, будто это была там мой последний ковчег, а за окнами уже подступает потоп. Так что там нового на белом свете, Гравич? «Нового ничего, Кейт. Мир по-прежнему рьяно готовится к самоубийству. И столь же рьяно не желает себе в этом признаваться». «Значит, война?» «Что будет война, знает каждый. Единственное, чего никто не знает, это когда. И все уповают на чудо». Гравич усмехнулся. «Сколько уверовавших в чудо государственных мужей, как нынче в Англии и Франции, я в жизни не видывал. Зато в Германии их мало, как никогда». Она лежала молча. «Неужто такое возможно?» Вымолвила она наконец. «Да, это кажется настолько невозможным, что однажды и впрям случится. Как раз потому, что каждый считал это невозможным и ничего не предпринимал. Боли бывают, Кейт?» «Не настолько часто, чтобы нельзя было терпеть». Она поправила под головой подушку. «Как бы я хотела смыться от всего этого, Равича?» «Да», — ответил он без особой убежденности. «А кто бы не хотел? Вот выйду отсюда и сразу поеду в Италию. Там у меня тихий старый дом с садом. Поживу пока местам. Правда, будет еще прохладно. Бледное, но уже ласковое солнышко. К полудню первые ящерицы на южной стене. Вечером колокольный звон из Флоренции. А ночью луна и звезды над кипарисами. В доме книги и большой каминный зал с деревянными скамейками. Можно сидеть у огня. В решетке камина специальная полочка, чтобы бокал можно было поставить. Красное вино, оно любит тепло. И людей никого. Только старички. Муж с женой, они за домом присматривают. Она взглянула на Равича. Замечательно, сказал он. Тишина, огонь и книги. И мир. В прежние времена все это считалось мещанством. А нынче? Нынче это мечта о потерянном рае. Она кивнула. Вот я и хочу какое-то время там побыть. Месяц. Может и пару месяцев. Не знаю. Успокоиться хочу. А уж потом снова сюда. И домой в Америку. Равич слышал, как в коридоре развозят подносы с ужином. Позвякивала посуда. Хорошо, Кей. Сказал он. Она замялась. Равич. Я еще могу иметь детей? Ну не сразу. Сперва вам надо как следует окрепнуть. Я не о том. Когда-нибудь. После этой операции. Мне. Нет. Мы ничего не удаляли. Она вздохнула. Вот это я и хотела узнать. Но это потребует времени, Кейт. Весь ваш организм еще должен перестроиться. Неважно. Сколько бы это ни длилось. Она пригладила волосы. Перстень на пальцы смутно сверкнул в сумерках. Смешно, что я об этом спрашиваю. Именно сейчас. Да нет. Так часто бывает. Чаще, чем вы думаете. Мне как-то вдруг все здесь стало невмоготу. Хочу вернуться домой, выйти замуж, по-настоящему, по-старомодному. Рожать детей, жить в покое, воздавать благодарения Господу и любить жизнь. Равиль смотрел в окно. Неистовым багрянцем над крышами бушевал закат. Огни рекламы тонули бесцветными тенями. Вам, наверное, все это кажется блажью. После всего, что вы обо мне знаете. Нет, Кейт. Нисколько. Так, вовсе нет. Жоан Маду пришла под утро. В четыре. Равич проснулся. Устышал, как отворилась дверь. Он спал. Он уже не ждал ее. И сразу увидел ее в дверном проеме. Она пыталась бесшумно протиснуться в дверь. С охапкой огромных хризантем. Лица ее он не мог разглядеть. Виден был только ее силуэт. И огромные светлые соцветия. А это еще откуда? Удивился он. Это не букет, а роща. Бога ради. Что все это значит? Жоан наконец протиснулась цветами в дверь. И пройдя через комнату, с размаху бросила всю охапку на кровать. Цветы были влажные, прохладные. А листья пахли осенью и сырой землей. Подарили. С тех пор, как я с тобой познакомилась, меня задаривают. Слушай, убери. Губы ее дрожали. Он словно меня подкарауливает. Он словно меня подкарауливает. Она прильнула к нему еще сильнее. Не подпускай его ко мне. Равич сжал ее в объятиях. Не бойся, не подпущу. Она снова кивнула. Ты ведь можешь? Да. Ответила с горечью и даже с легкой усмешкой в голосе. Вспомнив окей. Могу, конечно. Могу. Она слабо шелохнула в его руках. Я вчера была здесь. Равич не дрогнул. Была? Да. Он молчал. Вот все издуло, как ветром. Повел себя, как мальчишка. Ждать, не ждать. Что за чушь? Дурацкие игры с тем, кто вовсе не думает играть. А тебя не было. Не было. Я знаю, не надо спрашивать, где ты был. Не надо. Она отстранилась. Хочу принять ванную. Сказала она изменившимся голосом. А зябло. Еще не поздно? Или я всех перебежу? Равич снова усмехнулся. Если хочешь что-то сделать, не задумывайся о последствиях. Иначе никогда не сделаешь. Она глянула на него. О мелочах можно и задуматься. О серьезных вещах нет. Тоже верно. Она пошла в ванную и включила воду. Равич уселся у окна и достал пачку сигарет. За окном над крышами, теряясь в пелене снегопада, слабым, отраженным сиянием светился ночной город. Внизу на улице вякнул клаксон такси. Белесыми шарами мерцали на полу Хризантепа. На Софи лежала газета. Он принес ее сегодня вечером. Бои на чешской границе. Бои в Китае. Ультиматум. Отставка правительственного кабинета. Он засунул газету под цветы. Жон вышла из ванной. Теплая, ласковая. Она уселась на корточках рядом с ним, прямо среди цветов. «Так где ты был вчера ночью?» Спросила она. Он протянул ей сигарету. «Ты правда хочешь знать?» «Да». Он промолчал. «Я был здесь», — сказал он наконец. «Ждал тебя. А когда решил, что ты не придешь, ушел». Жоан все еще ждала. В темноте огонек ее сигареты, то разгорался, то снова газ. «Это все? Пошел пить?» «Да». Жоан обернулась к нему и заглянула в глаза. «Равич, ты правда только из-за этого ушел?» «Да». Она обняла его колени. Сквозь халат он чувствовал ее живое тепло. Да, это было ее тепло. Но и тепло его халата, с которым он жился и свыкся за много лет. И ему вдруг почудилось, что оба этих тепла сроднились давным-давно. И значит, Жоан тоже вернулась к нему. Откуда-то из давней и прежней жизни. «Равич, я ведь каждый день к тебе приходил. С какой, кстати, ты вчера решил, что я не приду? Может, ты от того ушел, что просто не хотел меня больше видеть?» «Нет». «Если не хочешь меня больше видеть, лучше скажи прямо. Я бы сказал». «Но это не так». «Нет, это правда не так. Тогда я счастлив». «Равич глянул на нее». «Что это ты такое говоришь?» «Я счастлива», — повторила она. Он помолчал минуту. «Ты хоть понимаешь, что ты сказала?» Спросил он затем. «Да». Мягкий свет сули замерцал в ее глазах. «Жоан, такими словами не бросается. А я и не бросаюсь». «Счастье», — проговорил Равич. «Где она начинается? Где заканчивается?» Ногой он случайно тронул хризантему на полу. «Счастье», — думал он. «Лазурные мечтания юности. Золотисто-благополучная старость. Счастье. Бог ты мой, куда все это подевалось?» «Счастье в тебе начинается. И в тебе заканчивается», — изрекла Жоан. «Это же так просто». Равич ничего не ответил. «Что она такое говорит?» «Думала про себя». «Ты скажи еще, что ты меня любишь». «Я тебя люблю». Он вздрогнул. «Ты же меня почти не знаешь. При чем тут это?» «Очень даже при чем. Любовь — это когда ты готов дорожить человеком и дожить с ним до старости. Чего не знаю, того не знаю. Любить — это когда ты без человека жить не можешь. Вот это я знаю». «Где у нас кальвадос?» «На столе. Я принесу, сиди». Она принесла бутылку и рюмку и поставила прямо на пол среди цветов. «А еще я знаю, что ты меня не любишь», — вдруг сказала она. «Тогда ты знаешь обо мне больше, чем я сам». Она вскинула на него глаза. «Но ты меня еще полюбишь». «Вот и хорошо. За это и выпьем». «Погоди». Она плеснула себе кальвадоса и выпила. Потом налила рюмку доверху и протянула ему. Он осторожно принял рюмку из ее рук и на секунду так и замер с рюмкой в руке. «Это все неправда», — думал он. «Сладкие грезы на исходе уведающей ночи. Слова, произнесенные во тьме. Да разве могут они быть правдой? Настоящим словам нужен свет. Много света». «Откуда тебе это так точно известно?» — спросил он. «Просто я люблю тебя». Как она обходится с этим словом? То ли удивлялся, то ли негодовал про себя равич. Не раздумывая, как с пустой миской, плеснет туда, чего хочет и называет любовью. Чего только в этку миску не наливали. Страх одиночества, влечение к другому я, желание польстить собственному самолюбию, призрачные домыслы фантазии. Но кому дано знать правду? Разве то, что я сказал насчет «Дожить с человеком до старости», разве это еще не глупее? Может, она в своем неразумении, в нераздумывании о своем куда больше права. С какой стати в эту зимнюю ночь, словно на переменке между двумя войнами, я тут расселся, точно учитель зануда, и раскладываю слова по полочкам? Зачем сопротивляюсь, вместо того, чтобы ринуться с головой? Пусть и не верю. «Зачем ты сопротивляешься?» Спросила она. «Что?» «Зачем ты сопротивляешься?» Повторила она. «Да не сопротивляюсь я. Чему мне сопротивляться? Не знаю. Но что-то в тебе замкнуто наглухо, и ты не хочешь туда впускать. Никого и ничего. Брось. Налей-ка мне еще». «Я счастливый хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Я совершенно счастлив. Я просыпаюсь с тобой, засыпаюсь с тобой, и больше ни о чем знать не хочу. Когда я о нас с тобой думаю, у меня в голове серебристый звон, а иной раз будто бы скрипка. Нами обоими полнятся улицы, словно музыкой под час торгаются и людские голоса, и кадры плавут, как в кино. Но музыка не стихает. Она всегда со мной». «Еще пару недель назад ты была несчастна», думал Равич. «И меня вообще не знала. Какое легкое счастье. Он выпил свою рюмку. И часто ты бывала счастлива? Да нет, не часто. Но иногда. Когда в последний раз у тебя в голове был серебристый звон? Зачем ты спрашиваешь? Да так просто. Лишь бы спросить. Забыла. «Вспоминать не хочу. Это было по-другому. Это всегда по-другому». Она ему улыбнулась, лицо светлое и открытое, как цветок с редкими лепестками, ничего не желающий скрывать. «Два года назад», — сказала она. «Это было недолго. В Милане». «Ты жила тогда одна?» «Нет, кое с кем другим. Он очень переживал, ревновал меня жутко, а понять не мог. Ещё бы». «Ты бы понял». А он ужасные сцены закатывал. Она устроилась поудобнее, стащила с Софы подушку, подсунул себе за спину и прислонилась к Софе. Как же он ругался. Потаскухой меня обзывал. Тварью неблагодарной, изменщицей. Только всё это неправда. Я была ему верна, пока любила. Он никак не мог понять, что я его больше не люблю. Этого никто никогда понять не может. «Ну нет, ты бы понял. Но тебя я всегда любить буду. Ты другой совсем. И у нас с тобой всё по-другому. Он даже хотел меня убить». Она рассмеялась. «Все они такие. Чуть что, сразу убью». Месяца через два и тот, и другой тоже прикончить меня собрался. «Но они только грозятся. А вот ты никогда меня убить не захочешь». «Разве что кальвадосам», — серьёзно сказал Равич. «Дай-ка мне бутылку». Слава Богу, хоть человеческий разговор пошёл. А то уж я было порядком струхнул. «Из-за того, что я тебя люблю?» «Умоляю, только не начинай снова здорово». «Это всё равно, что выход на природу в кринолинах и париках. Мы вместе, а уж надолго или нет, кто его знает? Мы вместе этого достаточно. А весь этот этикет, к чему он нам? Надолго или нет, мне это не нравится. Но всё это только слова. Ты меня не бросишь. Хотя и это только слова. И ты это знаешь». «Конечно. А тебя бросал любимый человек?» «Да». Она подняла на него глаза. «Кто-то из двоих всегда бросает. Иногда другой успевает раньше». «И что же ты делала?» «Да всё». Она выхватила рюмку из его руки и допила остаток. «Всё. Только всё бестолку». «Я была такая несчастная. Мерзость просто. И долго. Недель. Это недолго. Если ты по-настоящему несчастлив, это целая вечность. А я была настолько переполнена горем, что через неделю меня просто не хватило. Несчастливы были мои волосы, моя кожа, моя постель, даже моя одежда. Я была до того полна несчастьем, что всего остального для меня просто не существовало. А когда остального для тебя нет, горе мало-помалу перестаёт казаться горем. Тебе его не с чем сравнивать. И остаётся лишь опустошённость. Но и тогда всё не кончается. И начинаешь понемногу снова жить». Она поцеловала его руку. Он ощутил робкую нежность её губ. «О чём ты думаешь?» спросила она. «Ни о чём. Ну разве что о твоей непуганной невинности. Ты разнутана до крайности и целомудрена всё вместе. Самая опасная смесь на свете. Дай-ка мне рюмку. Хочу выпить за моего дружка Морозова. Он большой знаток человеческих сердец. Мне твой Морозов не нравится. За кого-нибудь другому выпить нельзя?» «Конечно, он тебе не нравится. Он тебя насквозь видит. Тогда выпьем за тебя». «За меня?» «Да, за тебя». «И вовсе я не опасная», проговорила же он. «Я уязвима. Я сама в опасности. Но чтобы опасной?» «Нет». «То, что ты видишь себя такой, делает тебя ещё опаснее. С тобой никогда ничего не случится. Будем. Будем. Но ты меня не понимаешь». «Да кто вообще кого понимает? От этого все недоразумения на свете. Передай мне бутылку». «Ты слишком много пьёшь. Зачем тебе напиваться?» «Жоан, настанет день, когда ты скажешь. Это уже слишком. Ты слишком много пьёшь?» «Скажешь ты. Свято вери. Будто желаешь мне добра. А на самом деле ты будешь желать совсем другого. Прекратить мои загулы туда, куда тебе нет доступа. Где я?» «Тебе не подвластен». «Так что давай отпразднуем. Мы доблестно избежали громких слов. Что грозовой тучей лезли к нам в окно. Мы их пришибли другими громкими словами. Будем». Он ощутил, как она вздрогнула. Она пристала, опёршись на руки. И теперь смотрела на него в упор. Глаза широко распахнуты. Купальный халат соскользнул с плеча. Грива волос отброшена назад. Сейчас в полумраке она походила на молодую, светло-золотистую львицу. «Я знаю», – спокойным голосом сказала она. «Ты подтруниваешь надо мной. Я это знаю, но мне плевать. Просто чувствую, что живу. Чувствую всем своим существом. А теперь дышу иначе. Сплю по-другому. Всё моё тело снова обрело смысл. И в ладонях больше нет пустоты. И мне всё равно, что ты об этом думаешь и что скажешь. Я просто даю волю своему бегу, своему полёту и кидаюсь с головой, не раздумывая. И я счастлив, без оглядки и страха. И не боюсь об этом сказать. Сколько бы ты меня не вышучивал и сколько бы ты на мной не насмехался». Равич ответил не сразу. «Я над тобой не смеюсь, Жоан», – сказал он наконец. «Я над собой смеюсь». Она прильнула к нему. «Ну почему? Что там у тебя в упрямой твоей башке? Что тебе мешает? Почему?» «Да нет, ничего мне не мешает. Просто, наверное, я не так скор, как ты». Она тряхнула головой. «Дело не только в этом. Какая-то часть тебя хочет одиночества. Я же чувствую. Это как преграда». «Ни какая-то не преграда. Просто у меня за спиной на 15 лет жизни больше. И совсем не всякая жизнь. Это дом, которым ты волен распоряжаться по своему хотению, все богаче обставляя его мебель и воспоминания. Кому-то суждено уютиться в гостиницах, то в одной, то в другой, во многих. И годы захлопываются за спиной, как гостиничные двери. А на память остаются мгновения и риск, крупицы куража и ни капли сожаления». Она долго не отвечала. Он даже не понял, слушала ли она вообще его. Сам же он смотрел в окно. Каждая жилкой в себе ощущая ток кальвадоса, искристый, горячий, пульсирующий гул крови стихал, уступая место воцаряющейся тишине. И пулеметные очереди мигом и секунд быстротекущего времени тоже заглохли. Размытым красноватым серпом вздымался над крышами полумесяц, словно венец гигантской, укутанной облаками мечети, что оторвалось от земли и уплывает в бездонной снежной круговертии. «Я знаю», — сказала Жан, кладя руки ему на колени и опершись над них подбородком. «Глупо было рассказывать тебе все эти вещи о своем прошлом. Могла бы просто промолчать, могла бы и соврать, но я не хочу. Почему мне не рассказать тебе все, как было, не придавая этому особого значения? Лучше я расскажу, тогда и значение сойдет на нет, потому что для меня сейчас это все лишь смешно. Я даже не понимаю, что там такого было. А ты столько хочешь над этим смейся, а заодно, если угодно, и надо мной». Рави взглянул на нее, ее колени подпирали пышные белые цветы, а заодно и газету, которую он успел под них сунуть. «Какая странная ночь», — думал Симон. «Ведь где-то сейчас стреляют и за кем-то гонятся, кого-то уже бросили за решетку, пытают, убьют. Где-то вот так же, как и те цветы, попран спокойный, привычный, мирный быт. А ты в это время здесь и обо всем этом знаешь, но совершенно бессилен что-либо сделать. А в освещенных кабаках бурлит злачная жизнь, и никому ни до чего нет дела. Люди спокойно ложатся спать. А я сижу здесь с этой женщиной, что устроилась между белесых хризантем, с бутылкой кальвадоса, и бледная тень любви, зыбкая, печальная, всему на свете чужая, встает над нами, неприкаянная, как и сама эта женщина, неистовая, порывистая, она изгнана из уютных садов своего прошлого, словно у нее нет права». «Жуан», — медленно произнес он, словно хотел сказать что-то совсем другое, «это замечательно, что ты здесь». Она смотрела на него. Он взял ее руки в свои. «Понимаешь, что это значит? Это больше, чем тысячи разных слов». Она кивнула. Он вдруг заметил слезы у нее в глазах. «Ничего это не значит», — выдохнула она. «Ровным счетом ничего. Я-то знаю». «Но это не так», — возразил Иравич, прекрасно зная, что именно так. «Да нет, ровным счетом ничего. Ты должен любить меня, мир. Вот и все». Он мне ответил. «Ты должен любить меня», — повторила она. «Иначе я пропала». «Пропала», — мысленно повторил он. «Как же легко ей это говорить. Кто по-настоящему пропал, тот уже не разговаривает». sakthling сейчас, непонятно делается. «Попала». «Попала месяц».